Чистая вода может стать не совсем чистой. В селе Порецкое строят новые очистные сооружения. Старые моральные, физически устарели, из-за этого вода некачественная. Объект один из многих подобных в республике, отстающий в первую очередь из-за того, что поздно начались работы и подрядчики затягивают с поставкой оборудования. Эти очистные сооружения строятся в рамках федеральной программы оздоровления Волги. Старые уже полностью разобрали и начался монтаж новой станции водоподготовки. В ближайшие дни начнут прокладывать трубы. Были изначально тоже на 700 кубометров в сутки очистные сооружения, которые же и морально, физически устарели. Построить новые биологические очистные сооружения, тоже производительные 750 кубометров в сутки, для того, чтобы потом, после очистных сооружений, чистая вода попадала в реку Мене, а она в соответствии с Суру и Волгу. В связи с общероссийским подорожанием стройматериалов начались проблемы с поставкой оборудования, в частности, рост цен на металл сказался на стройке в Порецком. Поставщики из разных регионов диктуют свои условия, ссылаясь на законы рыночной экономики, а сами просто поднимают цены. В итоге стоимость объекта с 220 миллионов рублей выросла до 250. Надо начинать оплачивать подрядчику средства за выполнение работы, потому что, очевидно, если не будет вот этого движения, у подрядчика могут появиться проблемы с оборотными средствами, и тогда у нас может затормозиться процесс выполнения строительно-монтажных работ. Именно процесс выполнения строительно-монтажных работ, их синхронность, своевременность очень важна, потому что мы с объектом вошли очень поздно в строительство. Это было вызвано тем, что мы очень долго анализировали саму проектно-сметную документацию, приводили его в порядок. И это мы делали, исходя из того, что нами сейчас выработана единая концепция и стратегия обеспечения решений по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов Чувашской республики. Продолжение следует...